Историческому центру Самары по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в 2019 году был присвоен статус исторического поселения. Он предполагает особое отношение к объектам архитектуры и памятникам исторического наследия в его границах. Историческое поселение – это не музей, а пространство для жизни горожан, отмечают эксперты. В то же время этот статус предъявляет и определенные требования к территории. Музифицировать такую территорию, как историческое поселение Самары, невозможно, даже если захочется. 600 гектар. Как я уже сказал, это центр города, город будет жить, поэтому лучше, чтобы он не терял по пути этого продвижения свой багаж, самый ценный в этой части города – историческое наследие. Сохранение исторической культурной целостности исторических поселений в условиях развития городов и потребностей местных жителей закладываются в основы концепции такого развития. В рамках форума «Архитектурное наследие» казанские эксперты поделились с самарскими коллегами своим опытом формирования концепции устойчивого развития исторических поселений. Концепция развития исторического поселения должна давать внятные и понятные возможности, видение и регламент того, как же тогда именно здесь новая деятельность может развиваться. У Самары – одно из наиболее целостных, сохранных исторических ядер. Важно обратить внимание, что есть несколько сотен ценно-градо-формирующих объектов, среды, которые обрамляют памятники. У Казани ситуация другая. Мы сначала снесли 2,5 тысячи объектов среды и несколько десятков памятников, и теперь сохраняем, создаем. Администрации города запущена процедура разработки концепции устойчивого развития исторического поселения Самары. Центр областной столицы должен развиваться с точки зрения функционального наполнения пространства, а концепцию будет раскрывать точки роста для привлечения инвесторов. Будут учтены все сферы деятельности, осуществляемые в историческом центре. Он должен стать привлекательным для туристов, инвесторов, людей, которые работают здесь, и, конечно же, местных жителей. Для этого необходимо наполнить центр социальными, транспортными, торговыми объектами, коммуникациями и другими благами, необходимыми для полноценного и комфортного существования. В концепцию заложена разработка инвестиционных паспортов каждого квартала исторического поселения. Пилотным проектом станет развитие проекта «Шесть кварталов» и «Кварталы на улице Галактионовской». Галина Топилина, Николай Епифанов, События.